Палю загнали туда. Эти погуляли. Малыша загнал. А теперь перегородил опять и туда этого кое-как поймал. Он не идет туда совместно. А это ему голубку новую посадить. Посади его. Посмотри там. Вон туда посвети. Видать, нет? Нет, надо светить. У тебя не светит. Но я этот взял. Нет, я сейчас посвешу. Он обиженный на меня, что я его ловил. Вон, смотри. Видать его? Да. А теперь я ему даю голубку. Посмотрим, что будет. Он ее увидал. Все. Сейчас он... Ой, ой, ой. Видно, нет? Видно. Все, пошел на нее в атаку. Это у него любовь такая. Он показывает, какой он сильный и смелый. А она еще прилегла. Ну, она маленькая совсем. Против него-то. Но зато она красавица какая-то. А что она вся? О! Кто-то стучит. Вот когда он в комнату? Кто-то найдет, что будет стучать. Кто? Нитки мне дайте. Что дать? Нитки будут твои. Дай. Что, ниток нету? Такие. У меня тонкие нитки. Да. Сейчас я дам нитки. На. Иголка. Аккуратно. Пусть, пусть она будет. Иголку я вытащу, а то потеряешь. С Богом. Все. Давай, давай, с Богом. Жду к обеду. Так. Иголку у тебя на стол положу, ладно? Ладно. Ну, пойдем посмотрим, что там делается. Я куда это сделал-то фонарик-то мой? Ну, там где-то. А эта-то тут не нужна теперь. Это я от него загораживался. Они туда ведут. Мне интересно, как он будет за ком созаводить. Вот она. Ну, смотри, какая красота. А ты не хотел. А жена-то законная. Там сидит. В роддоме у него. Ну, это он тут только прикидывается так. Это Дон Жуан такой еще. Поглядеть надо. Ну, она что? Попала в плен. Распленили ее. Теперь ты второй женой будешь, как у мусульман. Все. Он на войне взял, как израильтяне. Все. Что она имеет право только там сколько? 40 дней. Что отца убили. Он убийца, который взял ее. А волосы отрезать, ногти отрезать. А потом все. И говорит, смирил ее. Смирил. И ты можешь ее смирить. Смирить, то есть под себя подложить. Так, у нас один в лагере был. Мы девушка одна такая. Видно из себя. Ну и запротивилась этому нашего брату-то. Он говорит, я ее все равно смирю. Я говорю, ты хоть слово-то знаешь, что такое смири. Ну, чтоб слушалось. Нет. Тут еще больше. Я ему рассказал. Открыл место и говорит, ты смирил ее. И он сразу отступился. Она как зеркало на его, как сказала. При ней я объяснил его. Он даже близко больше не подошел. И ладно, ты себе. Я себе разделили сферы влияния. Вот она сидит как. Это сейчас минутку-то. где я, он разойдет. Это я там мешаю ему. Ее надо пошевелить. Она, видишь, попала в анабиоз. Ну, еще такое. О, еще лучше. Она к нему залезла, за него спряталась. Она мне располнила, как он вчера ее гонял по полной программе-то. Вот вон она где. Смотри, ее видать. Видать, нет? Да, видно. Вон она сидит. Все. Больше я трогать не буду. О, дальше уже все понятно. Мне интересно, когда голубок несколько, а голубь один, то сгодится ли, чтобы у него было там, ну, не больше четырех жен? Этого достаточно будет. Ну, все. Вот тут уже ролик записан был по сегодняшним голубям. Я думаю, голуби какую роль играли? В ощущении народа. Были, может быть, гуси. Не знаю, были или нет в Израиле там курицы. Ну, я, говорит, как курица. Хотел собрать себя не птиц, а курица. В книге Едра написано. Прямо курица. Некоторые скажут, да написано птица, вы выдумываете. Ничего подобного. Сейчас я вам покажу. Тимофей Ха в Вьетнаме составил этот поисковик. Снова напишу. Курица. Вот где-то это и есть тут. Вот, вот, вот. В канонических играх нету. А в неканонических есть. Вот она. Третья Едра 1.30. Я собрал вас, как курица, птенцов своих, под крылья свои, что ныне сделаю вам. Что сделаю, Господь говорит? Отвергну вас от лица моего. Всякую заботу, все. Бог прекращает в нас супищество. Вот я делаю всегда так, когда такое попадается, я сразу вот так вот провожу. Все, начал гонять ее. Все, пошел. Посматриваю где-то. Комментирую, пока я там не могу. Сейчас я здесь. Все, что там ловится. У него в клюве уже перья торчат. Пере летят? Да. И все сделал. Открыть-то нельзя никак сейчас оттуда его брать. Зажал ее там. Зажал? Зажал. Это любой фантазик. По-другому у них никак у голубей. Он как Жириновский. За косички я в стенку. Он зажал ее в угол. Она уже все. И платье с нее уже слетело. И бюстгальтер долой. Вот как. Давай-ка я маленько приподниму здесь. Посмотри туда. Вот они сидят. Вот он ее долго как. Она согнулась. Она уже все. Сдается. Так как близко не подставляю, чтобы я мог туда закрыть сразу. Вон он ее вытаскивает. За космой таскает ее. Она уже не знает, куда от него сбежать. Все. Теперь она покорится. Если отдельно оставлять буду, он начнет ее топтать. А топтать начнет ей гнезо надо готовить. Вон ее добивает. Это означает, смирять начинает ее. Вот о чем мы разговаривали. Вот он ее. Вот она, чтобы не вылетела. То есть она никакого сопротивления. Но если это был бы, пусть захудалый мужичонка, то он все равно бы клевал его. А этот нет. Вот он, вступился ее. У него всю красоту-то оторвет этот хохолок-то. И еще нельзя сделать. Посмотри-ка туда. Видят. Она должна под него голову подложить. Все. Уже похоже на это. Если это будет все, она-то в правоту не знает, что у него законная жена есть. А эта гражданская. Ну, то есть блудная. Ой, то есть мусульманская. Примерно так. Вторая жена. Ну, аж. Все, пока я не буду больше. Тут некогда мне. Понятно. И вот смотри, я выделил как здесь. Чтобы это было видно, делаю это так. Вот это все сделаю, выделю. А потом показать, что действительно. И такое слово один раз встречается во всей Библии. Вот. Как курица птенцов. Третья езра, а один тридцать. Это определенно, курицы у них были. Но в жертву приносили только голубей. Голубиных птенцов. Там не могут больше баранов. Значит, голубиных птенцов. Где-то надо было брать. Значит, голубей было много. Потому что много детей рождалось. И за каждого приносили голубиные птенцы. Это даже можно посмотреть. Сколько. Вот даже здесь. Голубь это вообще это. Голубь. Голубь. Так. Метономические книги. Встречается. Мать, обними сыновей твоих. Воспитывай их с радостью. Как голубица. Укрепляй ноги их. Ибо я избрал тебя, говорит Господь. Третья езра. Очень сильное место. Третья езра. Пят двадцать шесть. Вот. Прочитать можно даже. Считаем. И после семи дней помышления сердца моего опять были для меня крайне тягостны. Но душа моя приняла дух разумения. И я снова начал говорить перед Всевышним. И сказал. О, Владыка Господи. Ты из всех лесов на земле и из всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу. Можешь там все эти ананасы жуй, это выбрось. Из всего круга неземного ты избрал себе одну пещеру. И он говорил с Ильей. И из всех цветов во Вселенной ты избрал себе одну лилию. Вот. Мусульман там это есть. О, манапад бэхум. Вот это оттуда идет. Ты из всех пучин морских наполнил для себя один источник. Вот где он этот источник, надо узнать. Может быть там, где самарянка встретилась. А из всех построенных городов осветил для себя один Сион. Иерусалим. Из всех сотворенных птиц ты номиновал себе одну голубицу. Из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овсу. То есть более глупого животного нет. Более глупой птицы нет. Ну что, птица разве глупая? Глупая, конечно. Из всех многочисленных народов ты прервел себе один народ. И возлюбил его, дал ему закон совершенный. Но ныне, Господи, отчего же ты предал одного многим? И на одном корне ты насадил в другие отрасли. И рассеял твой единственный народ между многими народами. Ну и говорят так, что возненавидел и прочее. У нас, говорят, хоть единицы есть верующие. А там ни одного нет. И у них все светет и пышет. Та Америка. И у них все нормально. А у нас все такое вот разворовывается. Это тоже надо знать. Все один, 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 один. Голубица сколько? Два раза. Сейчас я еще только посмотрю. Во всей Библии два надо запомнить. А дальше упоминается она в Библии еще 85. И вот 87 раз говорится о голубях. 85? 85 и два. А, ну да. Два, 87. Вот голубь возвратился, у Ноя было так и далее. В жертву приносили. А голубь вглубь. Вглубь. Повторяю. Вот сейчас найду, где это. Это он добивает ее, наверное. Вы же хотели ее во вторник отправить. Зачем тогда он нужен-то ей? Ну да. Выберу сейчас. Смотри. Осия 7.11. И стал Ефрем как глупый голубь. Про вещку не говорится глупая. Вон она и ездит верхом. Без сердца. Зовут египтян. Идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных не зверну их. Накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня. Гибели им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложа своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их, укреплял мышцы их. А они, народ, евреи, умышляли злое против меня. А они обращались, но не ко Всевышнему. Ужасно, как пророк Осий говорит. Стали, как неверный лук. Падут от меща князья их. Задержать языка свою. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Вот так. Он ее бьет, надо забрать его. Вот он какой. Ну скажи, ты что делаешь, а? Ты в кого такой походливый? Вот так крестного знамя не боишься? Ну? Вы же какой. Я его сейчас домой туда к матери кину. Это к жене. А она тут тогда выйдет. Стой, 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 стой. Сейчас посмотрим, что он там делает теперь. Как ему там дома-то. Ну-ка. Где он там? Успокоился, нет? Видно, нет? Вот он справа. Водит. Он пошел к нему. А она вон сидит, она знать еще не знает. Первая жена его. Вот так. А это вот она сидит, забилась. А теперь я ей поставлю все. Прикрываю маленько. Это у меня вот такое вот здесь есть. О, тут воду надо менять будет. На три, на четыре, на три разделенные. Здесь пока ничего нет. Вода, а здесь питание. Это ей. Ну ладно, пока на сегодня ей хватит. Все. Вот такое утро у нас получилось. Проголубь. И голубь, глупая птица. Он чуть повернется задом, и все гнездо вокруг него, когда голубята выведутся, вокруг уже у них бастион. Вокруг. Из своего, из помета. А ласточка, та все время выносит. Воробей выносит. В клюве выносит. Чистоплотная. А голубь нет. Один говорит, вы голове любите, а это летающая крыса. Ну, может быть и так. Но только так не называется писанием. Удивительно, конечно, отоптится, как она. Простота в том, что она не помнит как бы зла. Дом сгорел, уже пепелище, ничего нет. Все разбеяно. А голубь все еще прилетает и кружится. Вот почему почтовые, они к месту летают, и в войну первую гражданскую. Тут даже показано, как они были. Я не знаю, здесь есть или нет, даже показать даже можно было бы. Фото из интернета. Голуби. Слово Г. Ну-ка, глянь, голуби. Голуби, голуби, голуби. Вон, войну. Вот это, вот, смотри. Вот оно. Видишь, какая была городьба? Выходит два этажа. Раз, два, три, четыре человека. А то немецкая. Вот они выезжают, шофер. Это первая мировая война была. И голуби, вон они сидят сколько. И они прилетают туда, где они стоят. Они, видно, на одном месте, ну, где-то что-то скрывается. А теперь кто-то уезжает, а они дают им голубей с собой. Туда они не полетят за воинское счастье. Сообщение только в одном направлении. Туда они никак не полетят. Они летят к тому месту, где у них гнездо было. Вот туда они и полетят. И какие машины были. Это немцы стоят. Видишь как, это ясно дело. Людей ставили сюда, думаю, по подбору, кто любит голубей. Старобрядцев тут не поставят. Старобрядцы голубей не держат. Статья была в Алтайской правде у нас. У злого человека голуби не водятся. Вот определение. У меня голуби определение. У меня три настоящие голубятни. Да в доме еще пополам разделено. Пять, считай. И все исследую, смотрю. А у тех, которые нападают, у них у всех вместе ни одного голубя нет. Единственная птица, которая определяет внутреннее состояние человека, это голубь. И при том, бесполезная птица-то. Вот у меня даже есть вот песнопение такое. Сейчас я в интернете сейчас только коротко заряжу. Вот смотри. Где у нас тут? Ну вот. Сейчас. Я быстро-быстро сделаю это. Поет Виктор Николаевич. Вот. Сейчас мы... Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Три минуты сорок пять секунд. Давайте послушаем. Голубь, голубка, по библии, по житиям святых. Голубь, голубь, голубь. Голубь, голубка, я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитный, не клюните клювом Об этом особой строкой Разное все, кто как к пище стремится И не поет крепость жилистых ног Но для себя лишь одну голубицу Церковь невесты избраны в бой Голос голубки и стоны рабыни Рабы танцу в обиду Кромости наши О, а что это она не может протянуть Отнюдь не гордыня В ранах христовых приют Ну, видите как, не дает она Какая причина-то, почему не идет Я даже сейчас проверю Если вот здесь она не обновит ее, значит отлетела Нет, обновила Ну и объяснений никакого нет Стоит на одном месте Кротости наши от нити и гордыни В ранах христовых приют Ну, не идет Не идет и все А поэтому сейчас вот здесь возьмем в другом месте Голубь голубка А, Б, В, Г И отнюдь не гордыня В ранах христовых приют Голубь голубка Я с детства люблю вас Пусть от вас никакой Интересно Надо показать людям, главное не дает Но теперь я его заблокирую совсем Чтобы он не мешался И быстренько открою в другом месте Вот так Сейчас, минуточку Голубь голубка А, Б, В, Г Так А что, его здесь нету ради? Пейте Пишите Вот она, голубь Так Вот сейчас увидим Голубь голубка По Библии, по житиям святых Опускаем Птицы есть разные Чудно прекрасны Солки и журавли С кличка рва Люди смелые, классные У них болотны Сидит на белье Расточкой девушку Милыми кличут Курицу Все за птицу нечут Кошер, стерятник Стервозных Обличья Солки и шуны Путян на жесток Голубь голубка Я с детства люблю вас Кольца от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните клювом А в эмо Солой строкой Разное все Кто как пища стремится И не проет Крепость Живистых Ног Но для себя Лишь одну Голубицу Церковь Невесту Из глаз Голубь голубицы Голубь голубки Я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитны, не клюните крылом Об этом особой строку Голуби-голубы, как овцы в законе За место, за пищу дерутся всегда Горлец в головку несли по закону Жеру за грех или если беда Крылья молитвы блестят серебром Золотом перья искрятся Голуби мира, светлый добром В новой ковче позвольтятся Голубка, я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитны, не клюните крылом Об этом особой строку Стоном тоскующим из миграции Горби сны стрепенутся В небе лишь белый, в небе нет красный Перед крестом Иисуса Души святые, голубка и нежная В небо уходят покинувши нас Духа святого, виденье все реже Горби лопнули не раз Голубка, я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитны, не клюните крылом Об этом особой строку Голубка, я с детства люблю вас Пользы от вас никакой Вы беззащитны, не клюните крылом Об этом особой строку Вы беззащитны, не клюните крылом Об этом особой строку Вот интересно Показана душа, когда выходит из человека Там внизу написано Житья святых Не в виде журавля Как Расул Гамза так пишет Из этой сизой дали Тут есть место для меня И там он привет передает Нет, журавль не сравнивается Душа сравнивается только с голубкой И прямо видели, как из тела, изо рта Душа выходила в виде голубки и взлетела Притом это сколько раз У меня все тут показано 1173 жития И вот только показано в виде голубки Жертва только в виде голубки Жертва Богу Ягненок или маленький голубенок Или овца, или голубь Тут почему Не надо никаких почему Бог повелел Все Или принимаешь, или не принимаешь Бог не объясняет А что обрезание Ну нос подрезать Нет Режет именно Там где больно Больнее задеть нельзя Только обрезание Это не просто гладить Это не в воде погрузиться Там в жаркую пору А именно режет у мальчиков Там Вообще Это же больно Болезненно Ну вот так А что означает Это означает Отвержение всего греховного Да как раз это греховное Ну а почему называется Глаз глазом Никак больше называется Члены тела А это называется Срамной член Когда дерутся Двое мужиков А баба желает Помочь своему мужику И другого Хватить его За срамной член Какой? За нос схватила Она его Или за что-то другое Закон гласит Драка окончилась Ей сразу отрубить руку Вот как ценился этот член А у женщин У женщин И сегодня медицина Как говорит Первые, вторые Срамные губы Вот это и поцелуй И поэтому Когда красится Это уже показано было Это означает Какого цвета принимают губы Там Так она показывает Здесь Но там не покажешь А через это То есть я в охотке Могу принять Это говорят люди Физиологи Поэтому Красить губы Это все равно что Показывать Какое у нее состояние Никак Ни под каким видом Это гиенский огонь На губах А мы перешли от голубей Видишь какой пример Дается для нас Все пока Остальное на следующий раз